Электричество, конечно, но нужно еще и пожар уметь затушить и человека спасти. Барнольские энергетики провели конкурс профессионального мастерства для своих электромонтеров. 12 команд и 4 этапа. Самые главные останутся за кадром теоретически и технологически. Но сегодня мы сняли не менее важные, наверное, два этапа. И электромонтеры перевоплотились и в пожарных, и в санитаров. Посторонние выйти из зоны возгорания. Собрались, проверили средства защиты, оделись и в бой. Сначала оборудование нужно обесточить. Включаем автомат. Кидра 1, 2, 3, 4. Разгружены. Когда прибор отключен, можно начать борьбу с огнем. Условия приближены к реальным. Возможность возгорания на подстанции исключать нельзя никогда. Это все-таки конкурс, но в каком-то смысле и учение тоже. Электромонтеры должны... Соответственно, определить для себя какие-то моменты и пути совершенствования своих навыков и умений. Конкурс профессионального мастерства традиционно проводится, ну, обычно раз в 2-3 года. Пламя потушили, а теперь спасать людей. Электромонтер должен быть готов освободить пострадавшего от действия электрического тока и оказать первую помощь. Вдох. Вдох прошел. Пульса нет. Насколько оцениваете себя, как у вас получилось? Ну, я думаю, в общем-то неплохо получилось, но сказывалось волнение, поэтому, может, какие-то ошибки и были. Но в основном бригада, по моему мнению, сработала хорошо. А в реальной жизни приходилось сталкиваться с такой ситуацией? Мне, ну, с похожей приходилось, но, как бы, вот именно реанимацию проводить нет. Завтра и послезавтра пройдет технологический этап. Там электромонтеры будут работать на линиях электропередач и электроустановках. А если что, загорится, они уже готовы. Ситуации, не придуманные с такими, барнольские электромонтеры могут столкнуться, в принципе, в любой момент. И, возможно, спасти кому-то жизнь. Андрей Дрилер, Николай Шилко. День с толком. Продолжение следует...